Продолжение следует... Александр Андреевич, ваша комиссия по экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварии, она такая уникальная, потому что небо у нас одно, земля у нас одна, и обязательно нужно знать, что делается в стране союзницы. Как вам кажется, в формате союзного государства есть еще какие-то нереализованные идеи и ресурсы для того, чтобы проблемы вашей комиссии решать более успешно? Если представим сегодня Всероссийский центр экстренной медицины в Санкт-Петербурге, он 70% работает на МЧС. Значит, там созданы такие условия, что человека вот развалюху приведут, они должны его вылечить, поставить на ноги, реабилитировать его и отправить. То есть, это уникальнейший центр. Такого нет в России нигде. Если касается сегодня Белоруссии, значит, они сегодня занимаются... ну, профиль там разный. Там разный профиль. Если взять сегодня, значит, Обнинск, здесь более, значит, есть специализация по щитовидной железе. То есть, у них накоплен уникальный опыт. Поэтому вот речь идет о том, чтобы те люди, которые, в общем-то, нуждаются, своевременно попадали туда с учетом вот этого регистра, который у них создан. То есть, сегодня этот регистр имеет преломление на каждое лечебное учреждение. И самое главное, мы же прекрасно понимаем, что придя человек в центральную районную больницу, он может мыкаться там и ходить по этим специалистам и никогда не получит той квалифицированной помощи. Поэтому, понимая эту проблему, человек, который в этом нуждается, если он во благо Родины работал где-то там и получил соответствующее заболевание, он должен получить государственную поддержку. Ну, вы знаете, что сегодня любое лечение очень дорого. И представим, если в Брянске заболел человек и нуждается в лечении, то ему надо ехать, может быть, в Санкт-Петербург, это Бог знает, какие деньги, и добьется ли он. Поэтому мы изучили эту проблему, ставим вопрос о выделении энного количества средств, это порядка 200 миллионов российских рублей, для того, чтобы где-то в ближайшее время оказать помощь примерно тысячу человек по разным направлениям болезни. Это средства союзного бюджета? Это средства союзного бюджета. Поэтому вот примерно тема нашего разговора. После Чернобыльской катастрофы пошло почти 30 лет. Насколько за это время удалось восстановить экологию сельскохозяйства пострадавших регионов Белоруссии, ну и России, конечно. И ликвидировать тот ущерб, который был нанесен Чернобыльской аварии. Вы помните первый период, 1986 год, когда была выведена часть сельскохозяйственных земель, или земель сельскохозяйственного значения, из оборота. То есть эти земли, они практически сегодня, ну, во многом и не используются. Те, которые выведены. И в Белоруссии в 30-километровой зоне, вы знаете, там никто ничего не возделает, и эти земли не используются. Но часть земель, где там, значит, по крайней мере были заражены там иодом, другими, которыми полураспад там небольшой, значит, была разработана методика, значит, Институтом агрохимии и почвоведения по внесению соответствующих доз минеральных удобрений, в частности, калийных удобрений, которые способствуют вот ускорению распада соответствующих элементов. И есть создан такой атлас, вот, значит, периодичности. То есть вот проходит какой-то период, и мы постепенно вовлекаем эти земли в оборот. То есть, ну, здесь есть научная методология, которая применяется в этом плане. Ну, и, соответственно, изучаются, берутся пробы земли, делаются лабораторные исследования и так далее, и так далее. Поэтому в Беларуси налажен настолько жесткий экологический контроль за производством кормов, молочной продукции, мясной продукции и так далее. И могу вас уверить, что когда-то, может быть, на первых порах это были какие-то определенные особенности. Если сегодня взять зону чистой и взять зону вот там, где мы производим сегодня соответствующие корма и любую продукцию животноводства, поверьте, разницы никакой нет. Александр Андреевич, сегодня очень много говорят о том, что экономические санкции могут подтолкнуть развитие собственного земледелия, собственного сельского хозяйства. А как вы к этому относитесь? Как аграрник, значит, ну, к этому вопросу вообще скептически отношусь. Ну, вот вы вдумайтесь. Вот мы в Республике Беларусь имеем самое бедное земли. Так называемая дерново-подзолистая почва. Республика Беларусь обеспечила себя продовольствием и на 7 миллиардов долларов мы поставляем на внешние рынки. У нас растет все. И картофель, и овощи, значит, и мясо мы производим, достаточно и молока. И, то есть, такого понятия, как продовольственная безопасность у нас не существует. Хотя, хочу заверить, что ведь это же проблема в начале 90-х годов у нас была, вот до прихода главой государства нашего президента Александра Ильича Лукашенко. Ведь такая проблема была. Я же хорошо помню, когда Белоруссия, у нас была проблема накормить город Минск. В целом, по республике 60% было продовольственной безопасности. 60%! Мы практически думали, делили яйца, молоко, мясо, все делили для того, чтобы не было каких-то проблем в городе Минске. Сегодня эта проблема снята? Снята. Значит, и когда, может быть, нескромно с моей стороны говорить о том, что на одной шестой суше Российской Федерации стоит проблема произвести достаточное количество картофеля, разве это проблема? Овощей – это не проблема. Да и надо прямо сказать, что Россия в последние годы, она, ну, я бы сказал, революция сделана в части производства мяса птицы. Уже Россия думает, каким образом порядка 150 тысяч продать за пределы Российской Федерации, то есть экспортировать мясо птицы. Близки, по-моему, третье место в мире по производству свинин. Тоже снимается проблема. Значит, в ближайшее время мы видим, какими темпами сегодня инвестируется в молочную отрасль, значит, Российской Федерации. Мы, я глубоко убежден, что проблема молока тоже будет снята. Поэтому это надуманная проблема. И, наверное, есть часть бизнеса, который очень заинтересован возить соответствующие продукты питания извне. Значит, или там с Египта, или там с Европы что-то и прочее. Для Европы важна вот эта вот поставка продуктов сельского хозяйства. Для нас это не важно. И для России особенно. Поэтому эта проблема надуманная. И вообще этой проблемы не существует. Надо сегодня думать, как развивать собственного производителя, вот, оказывать ему всяческую поддержку. Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к генно-модифицированным продуктам, Александр Попков отметил, что сам ест помидоры только с огорода. Но семена, которые сегодня продаются в магазинах, также имеют гибридную основу и считаются генно-модифицированными товарами. Еще одной насущной проблемой ученые-парламентарий считает наше неправильное отношение к почве и расточительность при использовании ее ресурсов. В 1965 году, когда внедрили термин интенсификация земледелия, и вообще интенсификация животноводства, земледелия, мы начали массово использовать, значит, химическое удобрение. И очень много стали использовать пестицидов. Болезни, вредители, сорняки. И тем самым, применяя химию, мы в почве убиваем всю микрофлору. А микрофлора, каждый там червячок, каждая бактерия, она работает на так называемое производство этого гумуса. То есть, есть так называемая накопительная система плодородия. Так вот, мы не накапливаем плодородие, мы работаем по системе убывающего плодородия, особенно на бедных землях. Так вот, если взять лет 25 тому назад огурец за 100% витаминного комплекса, то сейчас мы получаем ровно 30%. То есть, если раньше мы съели один огурец, и это было достаточно, то сейчас у нас есть 3-5. Только вот по этой причине. Поэтому, наверное, проблема в земледелии не может земля все время давать и давать до бесконечности. Мы должны думать, каким образом сегодня решать вопрос системы накопительного плодородия. Ну, специалисты знают, как это все делать. Значит, нельзя, ну, насиловать землю. Землей надо работать как живым организмом и давать то, что ей необходимо. И вот то, о чем мы там пытались говорить, части органики. Ведь любое растение, которое возделывается, оно же природа так придумала, что часть убирается, а часть остатки остаются. Это уже органика, которая восполняет то плодородие, которое, в общем-то, необходимо почве. То есть, нельзя сегодня, ну, эксплуатировать землю до такой степени, что только брать, надо туда и давать. В погоне за количеством и быстрым результатом современный агропромышленный комплекс пренебрегает порой сложившимися веками правилами и законами обращения с землей. Земля отвечает молчанием, теряет плодородие, рожает неполноценные, малополезные для человека продукты. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», – гласит пословица. «Так, может, экономические санкции выступят в роли такого несчастья и помогут вернуть былую силу и славу нашей земле-кормилице, а государству – прежний статус аграрной державы». Редактор субтитров А.Семкин